Открытие радиоактивности Открытие радиоактивности, явление доказывающего сложный состав атомного ядра, произошло благодаря случайности. Рентгеновские лучи впервые были получены при столкновении быстрых электронов со стеклянной стенкой разрядной трубки. Одновременно наблюдалось свечение стенок трубки. Беккерель долгое время исследовал родственное явление – свечение веществ, предварительно облученных солнечным светом. Таким веществам принадлежат в частности соли урана, с которыми работал Беккерель. У него возник вопрос, не появляются ли после облучения солей урана наряду с видимым светом рентгеновские лучи. Беккерель заворачивал фотопластинку в плотную черную бумагу, ложил сверху крупинки урановой соли и выставлял на яркий солнечный свет. После проявления пластинка почернила на тех участках, где лежала соль. Следовательно, уран создавал какое-то излучение, которое, подобно рентгеновскому, пронизывает непрозрачные тела и действует на фотопластинку. Беккерель думал, что это излучение возникает под влиянием солнечных лучей. Но однажды ему не удалось провести свой эксперимент, поскольку за окном была облачная погода. Беккерель убрал пластинку в ящик стола, положил на нее сверху медный крест, покрытый солью урана. Проявив на всякий случай пластинку, несколько дней спустя он обнаружил на ней почернение в форме отчетливой тени креста. Это означало, что соли урана самопроизвольно, без каких-либо внешних влияний, создают какое-то излучение. Начались исследования в этой сфере. Вскоре Беккерель обнаружил, что излучение урановых солей ионизирует воздух, подобно рентгеновским лучам. Испробовав различные химические соединения урана, он установил важный факт. Интенсивность излучения определяется только количеством урана в препарате и совершенно не зависит от того, какие соединения он входит. Следовательно, это свойство присуще не соединениям, а химическому элементу урана. В 1898 году Мария Складовская-Кюри во Франции и другие ученые обнаружили излучение тория. В дальнейшем главные усилия в поисках новых элементов были предприняты Марии Складовской-Кюри и ее мужем Пьером Кюри. Систематическое исследование рот, содержащих уран и торий, позволило им выделить новый, неизвестный ранее химический элемент – полоний. А назван он был так в честь родины Марии Складовской-Кюри – Польши. Впоследствии было установлено, что все химические элементы с порядковым номером более 83 являются радиоактивными. Можно сделать вывод, что в конце 19 века была открыта радиоактивность. Ряд химических элементов самопроизвольно создают различные излучения.